Привет, друзья! Сегодня мы решили вам рассказать о тех видах спорта, которые мало популярны в нашей стране. Мы провели на просторах интернета большое количество времени и вот, что мы для вас нашли. На третьем месте у нас стоит регби. Мы удивились, когда узнали, что в свое время в регби играли как футболист сборной Уэльса и клуба Реал Мадрид Гаррет Бейл, так и французский актер Жерар Депардье. И это неудивительно, ведь этот вид спорта очень интересен, но, к большому сожалению, он не развит в России. Давайте подумаем, почему. Первая причина – это климат. Россия – это страна, где полгода зима и идут дожди, а для регби это не очень подходит. То ли дело Австралия или Франция, там натуральные газонные поля круглый год доступны для спортсменов. Почему мы сделали акцент на натуральных полях? Да потому что регби – это контактный вид спорта, в котором каждое падение должно проходить мягко, и натуральный газон отлично подходит для этого. Вторая причина – это зарплата спортсменов. Самый высокооплачиваемый регбист в Европе – англичанин Джонни Уилксон, и получает он 56 тысяч евро в год. А самый высокооплачиваемый регбист в мире – Дэн Картер. Он играл за сборную Новой Зеландии, но закончил выступление за сборную в 2015 году, при этом проведя за нее 106 матчей и став лучшим бомбардиром в истории сборной. И за все это Дэн получает 1 миллион фунтов стерлингов в год. В регби зарплаты кажутся ничтожно маленькими по сравнению с такими видами спорта, как футбол, теннис или бокс. Именно поэтому большинство спортсменов, в том числе и из России, не выбирают регби. Третья причина состоит в том, что регби, например, в Англии – это университетский вид спорта, где спортсмены сначала развиваются на уровне университета и только потом идут в профессиональные клубы. А если говорить про университеты России, то там не то, что про регби забыли, там и другие виды спорта также мало популяризируют. И на втором месте у нас оказался бейсбол. На бейсбольном поле происходит много всего интересного. Вот вы, например, знали, что Дэйв Уинфилд в 1983 году был арестован за убийство Чайки во время игры. А то, что во время обычного бейсбольного сезона используется примерно 160 тысяч мячей. И опять же, все эти бейсбольные события происходят за пределами России. Как же так? Давайте разбираться, почему же этот интереснейший вид спорта не развит в нашей стране. Опять же, большая проблема – это поля. Бейсбольных полей в России действительно очень мало. У нас много футбольных площадок и стадионов, но и на них не всегда приходит много народа. Хотя футбол – главный вид спорта в нашей стране. Что же там говорить про бейсбол? Но на самом деле, если у нас проявляли хоть какой-нибудь интерес к этому виду спорта, то бейсбол бы прижился. Тем более, что дети всегда расположены к веселым и занимательным видам спорта, как бейсбол. И, наконец, мы подошли к первому месту. И его у нас занимает крикет. Правила игры в крикет очень просты. Но даже истинные любители спорта в России знают их на троечку. Во-первых, крикет – спокойный вид спорта. Можно даже сказать ленивый. А это не подстать русскому менталитету. В крикете международные матчи могут длиться 5 дней. А в Англии на чемпионате по крикету матчи идут 4 дня. Кстати, на Туманном Альбионе ходить на матчи по крикету очень модно и престижно. Некоторые богачи даже покупают ложи на стадионе. И там решают важные для себя дела. Прямо видно же, что этот спорт не для всех россиян подходит. Во-вторых, крикет в России вообще не показывают по федеральным каналам. Как, например, это делают в Южной Африке. Там 9 каналов, посвященных спорту. А 2 из них полностью посвящены крикету. Из-за отсутствия наглядного примера мы не понимаем, что это за вид спорта. И также не интересуемся им. Ну и в-третьих, крикет не входит в олимпийскую программу уже больше 100 лет. Поэтому наша страна не готовит спортсменов по этому виду спорта. Хотя чемпионат мира по крикету проходит так же, как и по другим видам спорта, раз в 4 года. Но в нашей стране уделяют больше времени на виды спорта, включенные в олимпийскую программу.